Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Horizon, и наконец-то сегодня мы уже вернёмся к основной сюжетной линии. Мы идём на базу нового рассвета, может быть узнаем, наконец-то. Что это такое за новый рассвет? Так, нам вниз. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершённые дела, да делай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Всё ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчике не звала. Поехали. Можно было, конечно, лекарственных трав насобирать побольше, но... но. Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать, и двери которых не открыть. Так... Пока из Дикого Востока не явилась охотница. И... на тебе. Перед ней... Все тайны мира лежат, как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезёт больше, чем мне. Проводится опознание. Генетический профиль подтверждён. Вход разрешён. Неисправность. 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 Это что, шутка? Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй! Я Элизабет Собок. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю. Открывай дверь! Анализ. Основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Включаю аварийное вентилирование. Недооценил тебя. В который раз. Рано обрадовалась. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Ну, поехали. Все уже заждались на самом деле. Добро пожаловать в новый рассвет. Новый рассвет. Мы... Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. Так, это восстановление. Так. Что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Еще одно происшествие. Отправитель персонала комнаты отдыха. Адресат администрация. Тема еще одно происшествие. Сегодняшний неприятный инцидент с доктором Поповичем лишь подтверждает тот факт, что имеющихся у нас ресурсов недостаточно. Мы понимаем, что новый рассвет, проект в высшей степени сложный, но нам, сотрудникам, которым приходится работать на передовой, уже надоело, что наши просьбы игнорируют. Как мы уже говорили, нам нужны переводчики. Люди, переводчики с польского, например. Охранники, которые смогли бы скрутить взбесившегося эмбриолога, например. И внутридермальные седативные средства, чтобы успокоить человека, который кричит что-то по-польски и швыряют сотрудников приемной стулья и вазы, например. Да, большинство кандидатов ведут себя достаточно спокойно, но встречаются исключения. И вот с ними нам приходится очень тяжело. Пожалуйста, примите меры. Укрепленная дверь там виднеется на фоне. Еще одна запись. Где мои аудиозаписи? Ну что это такое? Нам тоже нужна поддержка. Отправитель, персонал приемной, адресат администрации. Персоналы приемной по-прежнему требуются дополнительные ресурсы для работы с прибывающими на базу кандидатами. Многие из них напуганы и сбиты с толку. Некоторые находятся в состоянии крайнего возбуждения. Эти люди не привыкли к тому, чтобы их держали в неведении. Как минимум, нам нужны переводчики. Люди, языковые боты не справляются. И седативные средства для экстренных случаев. Любая помощь горячо приветствуется. А может, для начала хотя бы ответите на одно из наших писем? Кругом одни роботы, которые на письма не отвечают, видимо. Так. Скоро мне это понадобится. Это точно. Может, насобираем травы немного. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. Доступны прохладительные напитки и закуски. Комната поменьше. Так. Я, хоть и лекарственных трав с собой совсем мало взял, но накупил по полной программе зелий. И плюс есть еще, наверное, немного мяска. Может быть, если что, еще скрафтим чутка. Так. Персонал комнаты отдыха. Отправитель адресат администрации. Либо вы пополните запасы, либо пеняйте на себя. В пятый раз прошу, пожалуйста, пополните запасы тревяного чая в приемной. Если мне опять придется выслушивать жалобы этих ботаников на то, что у нас... Да нет. У нас где? Нет. Огуречные мяты. Или смеси ежевика шалфея. Я просто взорвусь. Примите меры. И на этот раз, пожалуйста, без шуточек пробурю в стакане. И завышенные требования. Так, это пока все неинтересно. Мы с первого раза поняли, что администрация не отвечает. Звукоизоляция. Можно ли улучшить звукоизоляцию между проекционным залом номер один и приемной? Большинство кандидатов во время презентации ведут себя тихо. Но есть такие, кто кричит и плачет на взрыт. И другим кандидатам, ожидающим своей очереди, это все через стенку прекрасно слышно. Просто возьмите на заметку. Так, а вот это вот уже интересно. Какая-то демонстрация, от которой люди рыдать начинают. Проследуйте в зал номер один и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Что? Что это было такое? Голографический театр. Файл МФ-01 не поврежден. Воспроизведение. Давай. Это проект «Новый рассвет». Я генерал Херрис, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Вы все слышали, что «Новый рассвет» — это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чум и фару, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. «Новый рассвет» вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чему фару не остановить? Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет уничтожена. Наша планета превратится в бесплодный шар. Глобальное вымирание уже неизбежно. Сколько бы мы ни убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами фаро, спящими. В ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Так, ну нам теперь нужен зал номер два, наверное, где Элизабет Собек нам все расскажет. Нет? Я очень на это надеюсь. Как так может быть? Ведь жизнь на земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. О, сколько записи сразу. Соколы. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться. Убивать все, что движется. Что это такое? Гробница? Руководство консультанта. Для собеседования после презентации номер один. Дайте кандидату возможность задать вопросы. Не торопите его. Возможно, ему потребуется время, чтобы в полной мере осмыслить услышанное. Важно помнить о том, что кандидат может в данный момент испытывать сильное душевное эмоциональное потрясение. Не следует рассматривать молчание или внешнее спокойствие как знак согласия. Следует подчеркнуть, что все прочие варианты противодействия чуме-фару были рассмотрены и признаны несостоятельными. Этот факт следует озвучить спокойно, но четко и твердо. Ознакомьтесь с данными о катастрофических последствиях для окружающей среды в результате применения атомного оружия. Приложение B1. И о невыполнимости условий, необходимых для поддержания жизни в орбитальных, лунных или подводных поселениях. Приложение C1, C2, C3. С тем, чтобы вы смогли аргументированно ответить на возражение кандидата. Если кандидат скажет, что ему нужно побыть наедине и просмотреть дополнительную информацию, не возражайте. Известите сотрудника в службу безопасности, чтобы они смогли вмешаться в том случае, если он попытается причинить себе вред. Допуск кандидата до презентации номер 2 разрешается только в том случае, если вы уверены, что его психическое состояние не вызывает опасений. Имейте в виду, что вы сможете быстро запросить поддержку через визор. Охранники и санитары будут готовы. Данные повреждены. Давайте мы, кстати, пометим сейчас эти тела ходячие тут. Так. Я истекляю в том, что я надеюсь, что минута просвет все исправит. То, что он не утворил. То, чем я гордился. Уж простите. В словах у Теда все звучало так убедительно. В лаборатории этот процесс затворили. Бардон, вы не протяну. Тот первый пробный пуск, когда мы увидели, что они понимают собственную структуру, что они могут от... Тот первый пробный пуск, когда мы увидели, что они отстраиваются по памяти. Безгранично. Не бойся, я тебя найду. Господи, безгранично. Меня сильно задело. Что-то грустнуло. Дела плохи. Хорошо. Примитивным дихарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Так, сейчас будем смотреть. И точки с данными, и все остальное. Данные достоверны. Так эти механические чудовища, они не просто убивают людей, они ими питаются? Не только людьми, всей органической материи. Все живое расщепить на составляющие? Тысячелетия эволюции превратить в жижу? Сделать из чуда жизни биотоплива? И если вообще сил... Да. Кто это сделал? Фара? Этот ублюдок. Он здесь? Нет, доктор. Прошу вас. Скажите, что это Том Пейн? Уйди! Уйди от меня! Доктор, уймитесь! Пожалуйста! Позовите сюда Теда Фарро! Хотели бы это обсудить? Ух! Значит, мамка-то была права. Что? Мамка моя к Библии относилась очень серьезно. Даже по меркам техасского пузыря. А любимая глава у нее была книга откровения. Я ее вообще-то не всегда понимал. Она вечно всякую пугу несла, так что ее не разберешь. Но когда изъяснялось по-человечески, то постоянно вещала про конец света, про озеро огненного там чего-то, куда отправятся грешники. Кстати говоря, можно я закурю? Сигарету с табаком? Извини, дорогуша. Вот такой остромодный. Ребята у вас молодцы, вы следили все-таки. А ведь полтора года в розыске был. Стерлинг Малкет — это моя работа, признаю. Много было желающих меня прищучить. Но я всегда был на шаг впереди. Как вы на меня вышли? Доктор Соббек включил у вас список Альфа. Приоритетная цель. Всегда подозревал, что она ко мне неровно дышит. Слушай, а у вас тут, может, и кофе настоящий есть? Ну, знаешь, кровавый кофе, капучино из зоны конфликта. Мистер Тейл, я даю вам разрешение идти дальше. Так что шли бы вы? Так. Где тут записи были-то? Что-то я не вижу их. Оп, тихо. Думаю, вы понимаете, почему нам пришлось доставить вас сюда в такой спешке, мисс Акила. Капитан Акила, хотите похвалить меня, что я не сопротивлялась? Разрешить эту ситуацию дипломатическим путем не представлялось возможным. Когда кто-то вспоминал про наши залежи лития, вместо дипломатов к нам всегда присылали рой. Металлурджик Интернешнл, армия США. Менялась маркировка, но роботы были одни и те же. У вас большой опыт по части вооруженных конфликтов с участием роботов. Да, поэтому теперь я щеголею протезами. Но все равно, как бы трудно ни было, я продолжала бороться с этим кошмаром. Кибервойна. Я думала, новый рассвет — это что-то вроде проекта Манхэттен, генератор кодов деактивации. Я задействовала все ресурсы, но пришла к выводу, что взломать коды невозможно. Я надеялась, кто-нибудь докажет мне, что я не права. К несчастью, ваш прогноз соответствует истине. Как и сказал ваш генерал Херрис. Ну что ж, для чего-то же вы меня сюда привезли. Что же нам остается? Какая-то ошибка. Я не понимаю, зачем меня сюда привезли. Зачем вы мне все это показали? Я знаю, тяжело так сразу это осмыслить. Холли рядом со мной сидела лауреат Нобелевской премии по биофизике и еще какой-то монах. Не говорит ни по-английски, ни по-китайски. Очень странно. А генерал Херрис? Что он имел в виду? Рой роботов, чума-фару. Я понимаю, все это очень страшно. Но неужели их, правда, не остановить? Зачем говорить такое? В Шанхае у меня друзья, родные, знакомые. Они уже присоединились к операции «Свобода». Неужели все зря? Мы все умрем? Мы сможем ответить на некоторые из этих вопросов. Просто объясните мне, зачем я вам. Я не могу понять. Мы выбрали вас из-за ваших познаний. Нет, не может быть. Я искусствовед. Мои область знаний — голландская живопись, японская каллиграфия, Герхард Рихтер. Кому это теперь нужно? С нами ученый-эколог Сюзанна Альберт. Доктор? Простите, я отвлеклась. Доктор? Ничего, ничего. О чем вы задумались, доктор? Не о том, что сказал генерал, нет. В 2051-м, когда второе землетрясение повредило реактор на Сизиге и Восточной, я была в оперативной группе. До сих пор это снится, хотя столько лет прошло. Как по дисплею расползалась красная зона, медленно, медленно, словно раскрывающаяся ладонь. За ваш вклад в ликвидацию эту аварию вас и пригласили в проект. В самом деле, странно. Ведь у нас ничего не вышло, там больше ничего не растет. Это был катастрофический провал. Но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы. Биосфера и гидросфера разрушатся, Земля станет необитаемой, и это произойдет еще до того, как роботы нас прикончат. Операция «Свобода» тут нам уже ничем не поможет. Так что давайте рассказывайте, что такое новый рассвет. Да все и так понятно. Вы строите космический корабль. Ну, очевидно же. И ничего у вас не выйдет. Я гарантирую. Помните Одиссею? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по орбите. Годы работы и провал. А у вас в запасе какие-то месяцы. Вы хоть представляете себе объемы задачи за такой срок успеть подготовить корабль? Я сама не участвую в работе над проектом. Вы понимаете, как мало народу он может спасти? Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет. Лучше бы вы сразу взялись за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели, огромный запас энергии и прорва ресурсов. Так что даже если вы его построите, даже если выведете в космос и отправите к Сириусу-10, для людей места на борту не останется! Пожалуйста, успокойтесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не улетит. Санитары! Файл НР-02 Неповрежден. Воспроизведение. Элизабет Собак. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта Новый Рассвет. Создать разумную, автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором предаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэррес, построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из креохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок. Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Вся земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Ну, тогда зачем Аид? Если он был частью геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? А Аполлон? Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Ну, идем. Вопросов еще осталось довольно много. Выберите один из вариантов. Теперь вам известно об истинном характере и предназначении проекта Новый Рассвет, классифицируемого как проект высочайшей секретности. Поэтому, к сожалению, мы не можем позволить вам покинуть территорию этого комплекса. У вас есть на выбор три варианта действий. Пожалуйста, рассмотрите каждый из них и примите взвешенное решение. Вы можете обратиться к одному из наших консультантов, которые помогут вам определиться с выбором. Первое. Участие. Вас определяют в команду разработки того или иного подпроекта в зависимости от вашей специализации. Имейте в виду, что работа предстоит непростая у всего и успех проекта не гарантирован. Вы должны будете работать не менее 80 часов в неделю. Общение с членами семьи будет строго ограничено и будет проходить под надзором в реальном времени. По завершении проекта вы и ваши ближайшие родственники, либо два человека на ваш выбор будете переселены в герметичное поселение Элизии, где вам предстоит прожить остаток дней. Два. Бессрочное задержание. Если вы откажетесь принять участие в работе над проектом Новый Рассвет, вам грозит бессрочное задержание. У вас будет 48 часов на то, чтобы передумать. По истечении этого срока изменить решение будет уже нельзя. Мы постараемся обеспечить вам максимально комфортные условия содержания, но у вас не будет возможности связаться с внешним миром. А через 18 месяцев все равно наступит смерть от Чумы Фара. Когда база Нового Рассвета будет выведена из эксплуатации, арестанты оказавшиеся отказавшиеся от эвтаназии будут освобождены. 3. Эвтаназия. В свете озвученной информации вы можете закономерно задаться вопросом есть ли смысл жить дальше. Если вы решите уйти из жизни мы готовы провести для вас безболезненную эвтаназию. Перед прохождением процедуры эвтаназии требуется подождать 48 часов. Возможно в течение этого срока вы измените свое решение и выберете другой вариант. участия или бессрочное задержание. Если у вас возникли вопросы или вы готовы сделать выбор обратитесь к консультанту. Все серьезно. Так. Идем дальше. конечно. Конечно согласен. У меня будет шанс возместить то, что я тот урон, который мне кажется я не достоин, но я согласен без вопроса. Тот факт, что вы к этому причастны для нас не важен. Для меня важен. Доктор Собак, Марго, у них хватило ума вовремя уволиться. Внимание, медицинская церковь недостатка. Мы решили, что они просто не созданы для ББВИ, а это более быстрое внедрение инноваций. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийств. Поразительно, полтора столетия фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не вняли их словам. Я порвал свою жизнь. То есть, я готов работать, готов вкалывать, чтобы обеспечить своей семье местом в Элизии. Я даже не думал, что у меня будет шанс на искупление. Если вас еще тошнит... Нет, ингибиторы подействовали. Я уже языка не чувствую. Я бы рада была в это поверить, но ущерб слишком велик, слишком обширен, он непоправим. При всем уважении к трудам доктора Собак, нет, нет. Жизнь не всегда пробивается вновь. Иногда она уходит навсегда. Как на Сизиге Восточной. Как в Конго. Как в Тиморе. Как сейчас. Это наша награда? Подземный город с безнадежными больными, ожидающими своей смерти? Вы сможете дожить до старости вместе с вашими близкими в безопасности. Нет у меня близких. Хотя, наверное, можно завести семью. Боюсь, нет. Все население Элизия будет стерилизовано. Обеспечить условия жизни для двух тысяч человек на протяжении ста лет – сложная задача, доктор Альберт. Если население будет расти меньше, чем через 30 лет, никого не останется. Я знала. Просто не могла заставить себя это сказать. Что, простите? Окончим с этим. Эстаназия. Я не хочу в этом участвовать. Я хочу, чтобы все кончилось. Понятно. Согласно протоколу, вам необходимо подождать 48 часов, после чего... Это охрана для вашей безопасности. Давайте поговорим о том, что вы сейчас чувствуете. Ладно. Я вам скажу. Я удивлен. Нет. Ошарашен. Как мой отец выражался. Ошарашен. У него еще так вена пульсировала на лбу. Я думал... Я думал, вы абсолютно не подготовлены к проекту космического перелета. Но оказалось, все еще хуже. Намного хуже. Тобок – просто фантазерка. Охранная фантазерка. Додуматься до того – это... Ох ты. Мне жаль, что все это было пустой тратой времени. Я готов вернуться домой. Боюсь, это невозможно. Это... Это все, о чем вы тут говорите, невозможно. В этих документах изложены варианты. Все, с меня хватит. Я ухожу. Что вы... Что вам вообще... Уберите руки! Никуда он не уйдет. Так. Давайте посмотрим. Тут что-то еще... Лутец какой-то лежал. Поломанные наручники. Так. Это у нас где? В предметах? В особых, небось, да? Это загадочная вещь. Ценится только среди самых... Понятно. Так. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Тут ничего нет интересного. Ясно, ладно. Руководство консультанта. Крайне важно, чтобы кандидат согласился на участие в проекте «Новый рассвет» добровольно и осознанно, без какого-либо принуждения или манипулирования со стороны консультанта. Заверьте кандидата в том, что его выбрали исходя из его навыков и профессиональных достижений. Сделайте упор на то, что если он внесет посильный вклад в работу над «Новым рассветом», это повысит шансы проекта на успех. Представьте участие в проекте как возможность оказать активное противодействие угрозе. Кандидат может усомниться, справедливо ли то, что выбор пал именно на него. Подтвердите, что подобные сомнения являются естественными и даже достойными восхищения. Подчеркните, как важны знания и навыки кандидата для будущего. Не только будущего человечества, но и вообще всей жизни на Земле. Также кандидат может усомниться в том, насколько оправданно с моральной точки зрения, что он и его родные получат шанс продолжить жизнь после нулевого дня. Согласитесь с тем, что это неоднозначный вопрос. Подчеркните, что хотя такую награду нельзя называть справедливой, она не будет незаслуженной. Постарайтесь склонить кандидата к мысли, что если он всецело посвятит себя работе над проектом, с моральной точки зрения его не в чем будет упрекнуть. Когда кандидату сомнится в осуществимости проекта «Новый рассвет», дайте ему возможность заново просмотреть презентацию доктора Собик столько раз, сколько потребуется. Можно прервать собеседование, чтобы кандидат смог не спеша изучить все материалы. Среди кандидатов будет немало тех, кто решит прибегнуть к эвтаназии. Очень важно, чтобы вы отреагировали на такой выбор добросердечно, без осуждения. Поставьте кандидата в известность о том, что необходимо подождать 48 часов, в течение которых он сможет обсудить это решение с другими консультантами. Подчеркните, что запланированная эвтаназия не будет проведена без многократного подтверждения согласия кандидата. Никто не будет подвергнут эвтаназии против своей воли. Кандидатов, избравших бессрочное задержание, следует уведомить о том, что у них есть 48 часов на принятие решения, после чего отказаться уже, видимо, будет нельзя. Так, хорошо. Ну что, все мы тут посмотрели, почитали? Вроде бы все. Идем дальше. Искать ответы на все наши вопросы, которых еще очень много осталось. Тихо, тихо, тихо. А, ладно, мы, наверное, с ними разберемся, да, а потом... Хорошо, что я это нашла. Это точно. Так, мы что сделаем? Не, лучше... Липучки. Мне нравятся липучки. Вот это вот, когда так по стелсу делаешь, и... Налицо кому-то бомбу с липучкой цепляешь. Ты цепляешь, просто... Невероятные такие мысли, да, как будто бы, ну, так... Представляю себя на его месте, так стоишь себе, стоишь... На страже где-нибудь, да, и тут, бац, тебе липучка такая... С бомбой. В лицо прилетает. И ты понимаешь, что все, через пару секунд, все, до свидания. Оп, мимо. Ну, может, хватит? Ладно, давайте еще одну туда. Ну, второй... Нет. Есть. Так. Зельками отъедаемся, отпиваемся. И теперь давайте слушать. Где там запись была у нас? Тут, по-моему, да? Я обсудил с ними задачи Артемида. Дал им понять, что строить планетарный зоопарк я не хочу. За последние пару тысяч лет мы показали себя не самыми заботливыми смотрителями. Так что идея восстановленной биосферы, ну, она пугает, если честно. Действовать методом Трика на глазок, это же просто жуть. Мы не имеем права. Но альтернатива... Пустота. Было столько всего, а не останется... Ничего. Плюс руководит этой операцией Чарльз Ронсон. Я его уважаю. Есть другой маршрут. Так что я согласился. Я пока что делала. Тут нужен бизнес. Это будет мой последний проект. А как закончим, пусть делают мне инъекцию. Психолог сказал, я еще могу передумать. А я ему сказал, он просто плохо меня знает. Ради спасения природы я согласен потрудиться. Но эта жалкая породина существования мне не нужна. Я не хочу жить в четырех стенах. Никогда мне не нравилось светодиодное освещение. Ну, и к тому же я немножко клаустрофоб. Вот над теми ФБРовскими горе-хакерами из Пересмешника я с удовольствием постебался. Хотя с той девчонкой немножко перегнул. Она симпатичная была. Ну и в конце концов, это же просто ее работа. Она просто не понимает, насколько нелепо звучит этот план. Доверить роль Господа Бога пацану с редактором голограмм. Ну, серьезно. Ведь так оно и выглядит. Смотри, мам, я делаю природу. Если природа так важна, тогда не трогайте ее руками. Вымирание – естественный процесс. А новый рассвет уж точно нет. Да он настолько неестественный, что нормальные люди его бы назвали кощунством. Потому-то вы и скрываетесь. А тем временем симпатяшка-психолог сидит и кусает щеку. Плохая привычка. Ноготь обгрызла, причем один. Не твой сегодня день, принцесса. Она не укладывается в квоту. Сказала, так вы намерены отказаться, мистер Тейт? А вы смеетесь? 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой? Да не вопрос. Новый рассвет. В каком-то роде произведение искусства. Величайшего масштаба. Но все так несправедливо. Почему выбрали меня? Кто выбирал? Коллегия или алгоритм? Моя семья будет спасена только потому, что я отучилась на искусствоведа? Разве это правильно? Доктор Шивей! Кристина Шивей! Да. Я встретила человека, он тоже искусствовед. Его специализация в баухаус и новые материалисты. Но он был на одном из моих докладов. Еще одна прихоть случая. Даже не верится в такое совпадение. А сколько людей было в той аудитории. И все же я готова смириться с судьбой. Да, это несправедливо, конечно. Но ради моей семьи. Ради искусства. Искусство должно жить. Оно должно звучать из глубины истории и отдаваться эхом в будущее. Нельзя допустить, чтобы оно кануло в лету. Такой шанс. Я должна им воспользоваться. Что у нас с дверью? Она не открывается. Элой сказала, нам нужно воспользоваться визором. А, вот тут проход есть. Окей. И новые записи. Отлично. Ну что, еще один. Надо подобрать конфигурацию. Одной детали нет. Может, тут есть кладовая? Убраты руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то, чтобы я за ним косяки исправляла. Пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. Так. Значит, наверное, надо сначала открыть вот эти двери. Что там пишут? Что-то пишут. А, что-то пишут. Раз, два, три, четыре, пять. А, да, тут пять. Хорошо. Значит, это против часовой стрелки. Это наверх. Это опять так же. Вниз и... В эту сторону. Эп, нет. Не туда. Кручу. Так. Вот это вот, сюда. Давай. Все. Теперь дверь должна открыться. Так. Какая из этих дверей открылась? По идее... Это. Угу. На складе что-нибудь... Интересное почитать нам дадут или послушать лучше? Нашла. Вроде без повреждений. Вроде ничего не было. Так. Вставляем. Должно сработать. А теперь откроем дверь. Вверх. Сюда. Вниз. 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 Наверное, все наоборот, да? С этой стороны. Вечно не могу понять, с какой стороны начинать надо. Да, правильно. Так. Так. Подождите. Последний был наверх как раз. Нет, что-то не то мы делаем, да? А, ну да. Собственно. Вот эта штука тоже наверх. Нет. Вниз. И наверх. Ммм. Так. Ладно. А если с этой стороны, что мы... Что мы не так где-то... Не докрутили, наверное, да? Так. Сюда. Средняя вниз в любом случае. И... Вот это... Выходит... Что происходит? Вверх, вверх. Средняя вниз по-любому. Меняются только две боковушки. Правильно. А, слушайте, он... А-а-а-а. О-о-о. Какие они хитрые, да? Короче, верх ногами. Надпись фара верх ногами. Точно. Она же нам говорила что-то про верх ногами. Во. Или не говорила она про то, что штука верх ногами. Ну, короче. Это выходит... Наоборот. Вниз. Вот это выходит наверх. Вот это тоже вниз. Так. Получилось. Дверь должна открыться. Давай посмотрим, что за ней. Пройдешь? Пройдет. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили. Зачем? Гея. Она там. На втором этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. Да не надо никого тут обходить. Че? Подожди. Где моя пушка? Ах, зараза. Пушку мою отобрали. Что это было? Подойдет? Я для тебя подам. Исчезла. Мммм... Огненных стрел нету. Ладно. Я тебя... Есть! Хорошо, что не взрываемся, когда... Ну, эти штуки не взрываются от нашего присутствия. Обходим! Не будем драться на всем границам! Так... От нашего гнева нельзя укрыться! Сейчас ты узнаешь, что такое боль! Что такое, я понять не могу, почему я по нему уже три штуки зарядил и... Ему как-то урон так и не прошел ни разу. Вроде со всеми разобралась. Внимание! Структурное повреждение гермозамка. Или нет? Убьем ее! Убьем ее! Бегу! Убьем ее! Что там такое? В руки взяли. Убри! Вроде все... По крайней мере, пока... Тогда не стой на месте. Найди гею. Так. Ладно, не будем его лутать. Давайте пробежимся по кругу, посмотрим, может быть, заметим где-то записи какие-то. Нам уже пора серию заканчивать. На самом деле, долго мы сегодня читали. Много интересного узнали. Но еще предстоит много интересного узнать. Давайте уже эту комнату досмотрим, а потом уже закончим. Результаты симуляции. Отправитель Марго Шен. Адресат Элизабет Собек. Ого, а ты не шутила, Угей. Правда, есть четко выраженная предрасположенность к морфологиям животных. Конечно, это в определенном смысле логично, учитывая, что ее ботам придется передвигаться по труднопроходимым местам. Но я согласен, что... Так. Согласна, это явно не единственная причина. Ее дизайн не просто функциональный. Это словно... Не знаю, хочется сказать дань памяти. Как будто она уже оплакивает их гибель. И она скорбит не только по исчезающей фауне наших дней, но и по существам из доисторических времен. Я вижу в некоторых из ее дизайнов отсылки к представителям мегафауны. Это так клево. Ну, чтобы Гея не придумала, Гефест ее... Гефест все построит. Жаль только через сотню-другую лет нас тут уже не будет, и мы не сможем своими глазами это увидеть. Полный вперед. Элизабет Собик, адресат Марго Шен. Марго, если бы я хотела бы от счастья... Если бы я хотя бы от счастья сомневалась в твоей гениальности, я бы не назначила тебя альфой под проект Гефест. Перестань переживать из-за своего возраста и стиля общения. Ты такая, какая есть. Будь уверена в себе, ты знаешь, что делать. Собственно говоря, твоя новая схема строительства и загрузки бункеров для хранения сырья просто безупречно. В сочетании с твоим дизайном ядра и алгоритмом отбора позиций для литейных это все складывается в хорошо продуманный план. Пора приступить к строительству. Только один момент. Прежде чем утвердить инвентарь хранилищ, проконсультируйся с Айамида Окило. Первой задачей Гефеста станет создание роботов для возведения радиовещательных вышек, с помощью которых Миневра разошлет коды деактивации. Так что если для строительства этих вышек требуются какие-то экзотические материалы, их нужно обязательно включить в инвентарный список. То есть все-таки они деактивировали роботов, да? Ну, по идее. Начали восстановление планеты довольно успешно, вроде бы как. Но почему-то роботы снова... Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как кузня, только не все так просто. Эм, короче, вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные эксперты по машинному познанию, эвристики, все у такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы. Конечно же, не надо заваливать Гею кучей устаревших дизайнов из 21 века. Это бессмысленно. Наша цель – научить Гею строить роботов самой. Больше того, сочинять с чистого листа. Какой бы робот не понадобился ей для задачи, он будет просто создан по щелчку пальцев. Ее. Ее пальцев. То есть, Гефест на самом деле не кузня. Скорее, это полный набор знаний профессионального кузнеца. Горный молот. Все в виде софта. Виртуальная креативность. Как-то так. Гея уже учится. В симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией. Ну, дизайны у нее на премию Лиэм пока не тянут. Ничего. Все-таки это первые шаги. Ну, все. Пора начинать. Поехали. Я не понимаю. Что именно? Я могу объяснить термины. Если гею создавали, чтобы сохранить жизнь, почему ее роботы нападают на людей? Может, некоторые формы жизни она ценит выше? Помешательство. Машины не... Я такие уже видела. В котлах. Ну, что это такое? Разумеется. Там рождаются машины геи. Почему постоянно перебиваются диалоги? Не хочется стоять на месте во время этих диалогов. А если куда-то идти, то постоянно или начинаются какие-то другие диалоги, или просто прерываются вовсе. Так. Окей. Что у нас тут дальше? Давайте посмотрим. Надо до сохранения дойти до какого-нибудь. Вроде бы все осмотрели, да? Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собак. Но он закрыт. Должен же быть какой-то способ. Ищи дальше. Опять они. Осторожно. Хорошо. Я думаю, на этом мы пока что прервемся и продолжим обязательно в следующей серии. Очень интересно. И сейчас у нас тут места такие, много интересных записей. И в следующей серии продолжим все это изучать. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok